В минувшее воскресенье 11 августа свой профессиональный праздник отметили строители. Чествование ветеранов строительной отрасли прошло в администрации района. Все приглашенные, труженики и профессионалы с трудовым стажем более 40 лет. О каждом были сказаны слова признания и благодарности за труд. В неформальной обстановке за общим столом собрались тех, кто своими руками создавал инфраструктуру города и района, строил социальные объекты, дороги. За плечами этих людей десятилетия, отданные любимой профессии и своей малой родине. За их добросовестный и почетный труд, за верность профессии, всех собравшихся, поблагодарил глава района Роман Сенеговский. Спасибо вам за ваш труд. Это и проектировщики, это и производственники строительных материалов, это и прорабы, это и сметчики, это и ЖКХ, кто нам воду подводит, газ, свет, это и дорожники, наверное, которые вместе с нами работают, это и энергетики. Вот это большая отрасль Славянского района, благодаря которой город наш развивается, благоустраивается, строятся социальные объекты. К словам поздравлений, в адрес строителей присоединился и председатель районного совета Григорий Литовко, подчеркнув важность и значимость их работы, а также высокий профессионализм славянских строителей. Любовь к своей профессии, любовь к своей родине, малой родине, где мы живем. И все вы говорите, вы уже ветераны отрасли, и все говорите, самое главное, чтобы кто-то перенял и взял эту строительство. Строительство – это жизнь. Вот что-то строишь и каждый день смотришь. Растет, растет, растет. Поэтому спасибо за преданность профессии, что вы прикипели, что вы патриоты настоящего Славянского района. Ну, желаю вам, прежде всего, крепкого здоровья. Вы всегда строили объекты. Я хочу, чтобы вы построили у себя тепло, уют, и были обласканы теплом своих родных и близких. С праздником вас! Славянский район стал судьбой для многих поколений строителей, руками которых создана крепкая социальная, хозяйственная, инженерная инфраструктура в городе и селе. Почетный житель Славянска-на-Кубани, Славянского района, ветеран Великой Отечественной войны, Василий Васильевич Вертель, в строительстве отработал более полувека. Строить приходилось все – от жилых многоэтажек до газонефтепроводов. Работа была сложная и напряженная. Но когда видишь результаты своих трудов – детские садики, школы, больницы, жилые дома – обо всех трудностях забывается. Такие трудности, как проходили мы в то время, когда строили городок Нефтяников, Ахтырский, строили газонефтепровод, набросили через горы. Пацаны, строились в Славянске, вот вся улица, все дома, все школы строили ПМК СУ-4, а потом пополам разделили и стало ПМК-282. А я и попал сюда, оттуда. Так что пришлось очень много поработать. И спасибо, что все же за нас, строителей, никто не забывает. Нас приятно встретиться, поговорить, посмотреть друг в друга, в глаза, вспомнить все такое. Славянский район продолжает развиваться. Нынешнее поколение строителей возводит новые современные объекты. За последние несколько лет в нашем районе были построены школа, спортивный комплекс Станицы Анастасийской, офисы врачей общей практики, спортивные площадки, досуговые центры, отремонтированы детская и инфекционная больницы. Продолжают благоустраиваться парки и скверы. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» осуществляется реконструкция Северного парка. Проект подготовил известный кубанский архитектор, а в прошлом – главный архитектор Славянска на Кубани Фёдор Мирошников. Именно благодаря его труду улица Красная приобрела современный вид. Вдоль неё были высажены платаны. Сейчас Фёдор Иванович участвует в благоустройстве Северного парка. Должен быть удобным, красивым, зелёным, благоустроенным и иметь определённые объекты развлечения. Там качели мы хотим сделать, беседочки хотим сделать. Ну, плитка будет хорошая, продвинутая, будет освещение. Северный парк – это не единственное место, которое в скором времени преобразится. В планах муниципалитета благоустроить улицу Набережную. Сейчас идёт обсуждение проекта. Набережную мы сейчас переосмысливаем. Потом решили оставить фонтан. Он был там раньше по улице Красной. Потом мы там хотели часовню ставить, потом это. Но сейчас вернулись к фонтану опять. И что? И набережная пройдёт аж до памятника атаманской армии. Там будет всё тоже благоустроено. Есть попытки о том, что мысли есть. Вернуть колесо обозрения там поставить. Ну, и для молодёжи сделать площадку возле памятника, сделать для молодёжи. Славянский район растёт и развивается. Становится год от года только красивее и благоустроеннее. И в этих преобразованиях немалая заслуга строителей. Участникам торжественного приёма были вручены памятные подарки и благодарственные письма от главы района, заслуженного строителя Кубани, Романа Синеговского. Благодарственное письмо вручается Вертию Василию Васильевичу. Васильевич, от души. Спасибо вам большое. С днём строителя. Здоровья вам крепкого, мира, добра. Всего вам самого доброго. Анна Монастыренко, Игорь Иванчугов. Программа «События». Продолжение следует...